На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. В Гомеле стартовали Республиканские Олимпийские дни молодежи по тяжелой атлетике. За награды на Гомельском помосте спорят атлеты в возрасте 17 лет и моложе со всей страны. На кону соревнований, кроме медалей, также и место в сборной Белоруссии, которая в конце июня отправится на первенство Европы в этой возрастной категории. Так что команды регионов страны и Минска приехали в сильнейших составах. Свободных побед никогда здесь не было. Вот три категории вчера прошли и все были в очень жесткой конкуренции. Там один, два, три килограмма отделяют друг от друга. Сборная Гомельской области в минувшем году выиграла аналогичный старт. В нынешнем взять командное золото будет не так просто. Один из главных конкурентов – дружина Могилевской области. Тренирует команду заслуженный тренер СССР и Беларуси Анатолий Лобачев. Среди его воспитанников – призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира. Резерв также радует. В первый день турнира могилевчане взяли два золота из трех возможных. Хотели бы быть первыми. Мы серьезно готовились к этим соревнованиям. И тем более здесь такая организация изумительно хорошая. Места для выступления лучше не может быть. Поэтому мы стараемся показать самые лучшие результаты. Все победители Республиканских Олимпийских дней молодежи по тяжелой атлетике станут известны 25 мая. Витебск принимает спартакиаду детско-юношеских спортивных школ по легкой атлетике среди юношей и девушек в возрасте 15 лет и моложе. В первый соревновательный день представители Гомельской области завоевали 14 наград. Победителями спартакиады стали Максим Братковский в прыжках в длину, Дарья Себик и Андрей Максимов в метании копья. Вячеслав Макеев в забеге на 2000 метров. На той же дистанции самой быстрой была Амна Шпак. Александр Марфушкин показал лучший результат в секторе для прыжков с шестом. Также в активе наших атлетов пять серебряных и три бронзовые награды. Финальный этап областной спартакиады Дю США по футболу проходит на стадионе Сдюшор в Гомеле. Победу оспаривают спортсмены 13 лет и моложе. По итогам зональных этапов в финал пробились восемь команд. Две представляют Гомель. Это Сдюшор номер восемь и Сдюшор Гомсельмаша. Также в число лучших попали спортшколы из Речицкого, Хойникского, Житковического, Рогачевского и Мозырского районов. После предварительного группового этапа состоятся стыковые поединки, в которых и разыграют награды. Есть четыре команды довольно-таки неплохого уровня показывают футбол. Это, соответственно, Сдюшор номер восемь, Сдюшор номер один города Мозыря, Дюш Речицкого района и Сдюшор Гогачевского района. Вот они, наверное, и будут играть как бы финальный. Областные соревнования завершатся завтра. Команда-победитель отправится на республиканскую спартакиаду, которая с 26 мая по 4 июня пройдет в Минске. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.